Всем привет! Хочу поделиться интересным клиническим случаем. Как вы думаете, лишние зубы бывают? Так вот, к нам обратился пациент из другого города с тем, что не происходит смена молочного зуба, а постоянные резцы уже прорезались. Мы провели компьютерную томографию и обнаружили, что комплектный зуб блокирует маленький-маленький мышиный зубик, дополнительный зуб, сверхкомплектный зуб. На срезах компьютерной томографии сверхкомплектный зуб достаточно хорошо видно, и мы приняли решение об удалении этого зуба. При этом наше вмешательство никак не повлияет на зачаток комплектного зуба. Такие сложные зубы, которые не находятся во рту, которые спрятаны под десной, удалить в сознании не представляется возможным, слишком травматично. Поэтому мы проводим операцию под наркозом с откидыванием нёбного лоскута, после чего накладываются швы. Если посмотрим на то, что мы достали, увидим зачаток сверхкомплектного зуба и молочный зуб, у которого корень совсем не рассосался, потому что был заблокирован сверхкомплектным зубом. В своей работе мы достаточно часто используем программу искусственного интеллекта «Диагнокат». Что мне как хирургу позволяет эта программа? Понять чётко, где располагается интересующий нас объект. Мы можем покрутить его и с той стороны заглянуть. Мы оцениваем взаимоотношения сверхкомплектного зуба с корнями комплектных зубов, показать приблизительный ход операции. То есть вот мы сейчас удалили молочный зуб, увидели, где этот сверхкомплектный зуб спрятался, и теперь мы более точно, без рисков, можем проводить хирургические манипуляции. Что же было дальше с этим пациентом? Мы отпустили его домой. Через 11 месяцев пациент пришёл снова, и мы понимаем, что зуб-то не прорезывается. У него произошло совсем незначительное смещение. Вот он был, вот он опустился. За 11 месяцев он должен был бы самостоятельно прорезаться, но этого не произошло. Поэтому мы приняли решение помочь ему. И что же мы сделали? Мы открыли маленькое окошко над этим зубом. В этот же визит ортодонт приклеил кнопку и дал нагрузку на этот зуб. Вот эта фотография через 3 месяца. Эта фотография через 4 месяца. И эта фотография через 6 месяцев. Есть маленький нюанс. Видите? Контур Дисней достаточно высоко. Этот эстетический недостаток мы сможем устранить только после 18 лет. Но зато ребёнок сейчас может есть, улыбаться и общаться. Поэтому я считаю, что на этом этапе мы достигли несомненного успеха. Продолжение следует...